побывал побывал вот побывал в крыму еще могу сказать что конечно с точки зрения специалитетов и аутентичных продуктов очень интересно что у них налаживается там ну она нельзя сказать налаживается у них это все было нельзя сказать что это налаживается потому что последний когда я говорю там господа вот региональные продукты вот о чем мы всегда говорили там на том что вот что такое региональная морская да да это вот аутентичный продукт который произрастает там на данной территории в соответствии с географически климатическими условиями там старая там база они все говорят вот есть крымский помидор я говорю и крымский лук как они называют ялтинский крымская устрица на что я как бы говорю там коллеги я говорю понимаете в чем есть проблема с вашей стороны вы как бы услышали давайте мы назовем крымский я говорю лук и побидоры вы берете семена у наших голландских коллег значит а устрицу вы это не черноморская устрица вы берете малька да да и его не выращиваете просто в этих водах поэтому это нельзя назвать аутентичным продуктом хотя черноморские устрицы там до революции пользовались большим успехом потому что они были маленькие они были нежные потому что соленость моря намного ниже чем например там атлантикой и или средиземном море поэтому в два раза ниже чем средиземном море и в четыре раза поэтому у них нежный вкус и вот вот эти вот все вещи вот пока вот к сожалению вот мы владимир вячеславовичем выступаем в роли просветителей именно вот чтобы было понятно что же все таки является основой там местной кухни хотя вот мы вчера ездили к нашему товарищу к андрею колодяжному сейчас открывает новый ресторан талантливый юноша из пятигорска проработал в сочи занимался вот этим баран рапаном и значит он вчера дал нам попробовать жареную рапана жареную ну нет рапан был и был этот как его господи рыбка то наша это султанка она же барабулька да султанка да и вот и мы пробуем и очень удивительно она крымская и он рассказывает технологии о том как рыбаки которые там занимаются как они эти как они ее вылавливают что совершенно ничего не происходит в сочи они говорят что они ее берут тут же да и с морской водой замораживать то есть она находится в не в грубо говоря в той среде в которой в которой она есть потом ее размораживают вычищают он говорит что я ее замораживаю второй раз но замораживаю его во фризере да то есть это фризер это когда температура минус 40 то есть это сразу мгновенная заморозка вот а значит не не некоторые наши коллеги они просто берут вот ее и начинать морозить ее при температуре минус 20 что является большой проблемой в связи с тем что кристаллическая решетка растет постепенно разрывает не разрывает ткани да выходит и все то что является основой вкуса вот и все вот он рассказал вчера и прекрасно вчера барабулька которая очень хорошего вкуса без горчинки без всего прям просто супер прям можно с головой есть вот так вот все но кстати про ялтинский лук он немножко говорил потому что некоторые путают это они полагают что ялтинский лук это все что находится там на территории всего крымского полуострова совершенно не так реально есть три места в крыму это кипарисное это запрудная и это голубой залив и в том и в другом случае один это залив который образован горой который называется гора-медведь и там свой микроклимат а 2 зап idle образована горой которой называется кошка голубой залив и там своя свой микроклимат соответственно есть первый холм и дальше те посёлки которых находились между вторым хам то есть после первого и второго халма У них такая низина есть И в этой низине уникальный свой микроклимат Уникальная своя влажность И именно там ялтинский лук и произрастает В принципе вот эти три основных точки Откуда он происходит такой Каким его можно Он там одинаково ложится в одно и то же время Там все при правильном хранении Его можно все эти вязанки совершенно спокойно хранить Я это делал лично Можно хранить до марта месяца А подавляющее большинство Все-таки таких достаточно подделочных вещей На трассе это все продают Продавали во всяком случае И это реально в лучшем случае доживало до ноября Потому что это выращено в других местах А как только ты нарушил вот эти процессы Когда тепло, влажно Тепло, влажно, а это туман Туман всегда сидит практически между первым и вторым холмом Там идеальный микроклимат для созревания Сладкого лука И тогда ты его режешь Тебе нет необходимости делать с ним какие-то манипуляции Он в прямом виде может поступать в салат И давать вот этот приятный сладковатый вкус А цвет какой? Цвет вот тот фиолетовый цвет Причем он не красится В отличие от того, который бывает иногда Каким-то образом приготовят в остальных местах Тот гораздо более яркий по цвету Но с точки зрения вкусовой Он существенно более горький Поэтому крымский лук это такое понятие А вот ялтинский лук, да, эти три точки Одна чашка это гурзовское седло И вторая чашка это Как раз последнее поселок Это Голубой залив Это то, что над Коцевели Над этим находится За, с обратной стороны, от Семеиза За горой Кошка И там, и там, говорю Гора, гора, лагуна И вот в пределах над этой лагуной После первого-второго холма Как раз он созревает Тоже долго пытался понять Потом понял, что основа именно в этом Это вот географически-климатические условия Которые дают возможность Вырастить эти продукты С определенными свойствами вкусовыми Я, Гришин, знаком куда больше был С продуктами среднеазиатскими Поэтому лук У меня ассоциация была всегда на Манганский Но так же, как и масса всего связанного с дынями И много чем другим Это уже папа под зимой ездил Ну, это Владимир Вячеславович Так как у него предки там в Средней Азии Много сделали Он тоже в этом Я прекрасно помню, что в один пиджак Помещается две больших дыни Арбакешки две застёгивали Только они были громадные совершенно И в таком виде их везли из Средней Азии Просто у нас в Крыму Ну, дедушка строил базы для подлодок Севастопольская база была его после войны И отец там много чего растил Когда дом строил Но я не очень понимаю Он вез много чего там Из Средней Азии Как раз с Китая С Дальнего Востока Китайские карликовые вишни Совершенно замечательные Низенькие такие Но с гигантским количеством ягодок на них А вот чего Там осталось и старых аутентичных Я помню рассказы о дореволюционных фруктах В том числе абрикосовские сады Из которых он делал фантасмагорического вкуса Всякого разного Но это именно как поставщик императорского величества И честно говоря, не знаю Осталось ли это всё сегодня Ну, это очень мало Потому что, конечно, естественно В один прекрасный момент Когда ты чётко понимаешь Что вдруг есть семена Которые и форму держат Да, и вроде и выращиваются И ничего на них не влияет Конечно, это всё даёт возможность Быстренько перестроиться И не собирать из старых помидор Семечки для того Чтобы потом где-то их высеивать Зачем? Есть сухие семена И быстро забросил и сделал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!